Деревья кланяются мне в пояс, где бы я ни проходил, я здесь свои деревья вижу и встречаюсь с ними, с моими друзьями, как говорят. Вот я иду на них и любуюсь, с этой стороны, с этой стороны. Самое-то главное, вот это, Богоявленская первая, Богоявленская вторая, аллея Вязов. А по ту сторону проспекта, аллея Котальп, номер два. Это самое большое, быстрорастующее дерево в мире, родина Китай. До сего времени в Китае культивируется и в Японии. В Японии, это в интернете я уже вычитал. В Японии даже оно считается каким-то, ну, вроде священным. Вот когда в семье нарождается девочка, сажают павлонию. Павлония растет, и девочка растет. И когда выходит замуж, павлонию срезают и из древесины делают сундук для приданного. Вот это аллейка, это все мои посадки. Только тополя, вот эти тополи, это не мои. А вот это вязи. Вязи. И вот я уже наметил тут продолжать. Вон вяз пропал, значит нужно будет осенью сейчас посадить сюда, вот здесь. Видите? Своё первое дерево вы высадили в 1942 году. Сегодня уже на рахунку 20 тысяч. Чи могли вы думать, что такое будет? Яка ваша цель была, когда вы высадили своё первое дерево? Я начал вести учёт посадленным деревьям только лишь с 1998 года. А до того, я где-то сажал, сажал, я никакого учёта не вёл. Ну, посадил и посадил. В 97-м, при возрасте 67 лет, я ушёл с производства. С 1998 года стал сидеть дома, как говорится. Но не на печке лежать, а продолжать трудиться. Только уже не на производстве, а отно по посадке деревьев. И вот за эти 20 лет, а сейчас уже исполнилось 21, но 21-й пока идёт. Я посадил по моим учётам 20 тысяч. Погибают, ломают, из-за недостатка бывают влаги. Посадить дерево – это 5, ну, от силы 10% трудозатрат. Основное – это поливы. Ведь молодое дерево, посаженное, в первый год нужно 5-6 раз полить. 5-6 раз полить. А если нет, не поливать это всё. В 11-м году, в апреле, исполнилось 50 лет полёта Гагарина в космос. Так вот, я в апреле 11-го года, в честь 50-летия полёта в космос, посадил 50 деревьев. Аллеи 50 деревьев. Вот этих. Они сейчас уже громадные. Вот такие. Уже сколько прошло? 7 лет как растут, да? Окрім того, что вы высадите деревья, вы ещё читаете лекции дитям, школярам. Что вы им, что вы ним, и что вы рассказываете, что вы хотите донести до них своими лекциями? Веду беседу о влиянии, что представляют деревья для человечества, для жизни на земле. Я на эту тему говорить могу много. Вот, например, в прошлом году выступал даже с такой лекцией в военном госпитале. Как ваши родичи ставятся до того, чи поддерживают вас, чи помогают вам в высадке ваших деревьев? Жена часто критикует. Почему? А потому что слишком много этому времени уделяешь. Отдыхай побольше. А мне нравится. Вот я посажу дерево, да? Потом смотрю, как оно произрастает, поднимается. И душа радуется. А сейчас стал практиковать таким образом. Выхожу куда-то на любное место, вот, например, на эту дорожку. Выставляю саженцы, плакат. Саженцы бесплатно. Все. Вам помогают? Помогают, берут. Единственная моя просьба, когда я даю деревья, эти саженцы, записывать, называть, где будет посажено. Только всего. Для перевозки воды я износил три тележки. Три тележки. В основном колеса изнашиваются. Обратился в наш аргистолком, чтобы они купили мне новые колеса. Мне сказали, хорошо, купим. А потом я как-то через несколько дней зашел на наш рынок и увидел вот эти кровчучки. Некие ровные, красивые. Колеса на подшипниках. Я позвонил у вас полком, говорю, колеса не покупайте, а купите тележку. Вот когда я веду учет, сколько воды зарасходовал, я наполняю, наполнял, сейчас уже меньше. На тележку две канистры, про 11 литров, одна в руке. Итого один рейс 33 литра. 10 рейсов сделал за день. Это 330. Сейчас я в левой руке уже ничего не вожу, потому что клюшка в левой руке. Только на тележке. Нещодавно вы побывали у міськрады, тоже приносили собою саджанцы. Это вызвало такой резонанс в городе. Теперь вас хочу сделать почестным громадянином Миколаева и даже назвать улицу на вашу честь. Как вы до этого ставите, ваши эмоции из этого привода? Я приехал депутатам, ну, населению я саджанцы раздаю, а туда приехал специально депутатам раздать. Когда я саджанцы выставил и свои плакаты, посади свое дерево, и второй плакат катальпы бесплатно, ко мне стали подходить люди, брать, просить. Я не давал. Я говорю, я привез это депутатам. А людям я раздаю вот на улице, в скверах депутатам. Ждал, ждал, когда депутаты ко мне будут подходить, но тут весь этот вестибюль заполнили полностью. Мне сказали, там какая-то акция проводится. И там все потерялось. Я уже потом стал раздавать любому и каждому. Несколько лет тому назад жители, ну, по инициативе энтузиаста одного в соседнем подъезде живет, обратились письменно туда, в горосполком, что, мол, надо бы имя Сердцеву присвоить какому-то скверу. Мы получили ответ. Этот ответ он мне потом этот товарищ дал. Там написано, имена присваиваются только когда человек уходит в мир новой. Вот и все. Незабаром ваш день народжения. Про что вы мрієте, або что хотели отримать? Можливо, какой-то незвычайный садженец. Я мечтаю, знаете, о чем? Чтобы таких чудаков, как я, было побольше. Побольше. Ну, мало. Ну, даже в нашем доме, в нашем доме, сколько я призываю. Ой-ой-ой-ой-ой. Если бы люди всей земли дружно за посадку деревьев взяться смогли, вот это весело, вот это был бы гром. Давайте, люди, вместе запоем. Люди, люди, это в наших силах землю от катастрофы уберечь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин